Харе Кришна, Дорогие премии, спасибо за Ваше Божественное Явление. Не знаю, с чего начать. С Радыщам и Сундары, все из Вас с Ним знакомы. Может, пару слов скажу. Лет пять назад, когда Радыщам пришли, сразу было как-то в сердце ясно, что у них будет храм, что у них будет что-то серьезное. Я помню, мы были во Вриндаване, я их принес, и мы жили в Ситхару Панетая тогда, это был 2013 год. И он мне тогда сказал пророческие слова, он говорит, ты пойми, они пришли, а можно сюда поставить, чтобы я тоже слышал, они пришли не для тебя, они пришли для всех, для очень многих предных. И буквально с первого дня Радыщам они начали проявлять очень много лил. Мы же пытаемся писать книгу сейчас по этому поводу, но я не буду много историй рассказывать сегодня, я, может быть, даже ни одной сегодня не расскажу про них, потому что самая большая лила — это то, что сейчас здесь происходит, это все вы, самая большая удача, самая большая милость — это быть в обществе предных и благодаря Радыщам как-то. Вот сегодня. И еще хотел сказать сегодня, можно сказать, торжественное открытие. Это место теперь Варшана, здесь недалеко есть холмы Варшаны. Недавно была история, одну-таки расскажу. Я ехал и думал, как же назвать. Но много разных названий было. И у меня все время крутилось Варшана. Варшана. Я еду и думаю, Кришна, как-то такая молитва идет. Ну что же, как же ты хочешь? И мы поехали на Харинаму с лишокой пробу. Это было внизу бурсатского спуска, у меня не с того сего бого поворачивается голова, и там вывеска написана Варшана. Я даже не понял. Вроде выспался сегодня. Варшава, Варшава. И я до глаза братью. Я понял, что это было написано Варшава, но мне это хватило. Я был в Варшаве в прошлом, я думал проводить там Харинамы, но я ни разу не видел в Харькове, в Варшаву. Ну так или иначе. Добро пожаловать на Варшаву. Варшанон. Варшана это обитель Шаматирадхарани. Житвы есть, правда. Да, это обитель Шаматирадхарани. Вот. Знаете, да, что до прихода Шичитани Махапрабу поклонение Шаматирадхарани, оно было закрыто. Никто ей не поклонялся, даже на алтаре не стояло практически. Ну, стояло где-то, но не было такого сокровенного, то, что принял Шичитани Махапрабу. Сам Шичитани Махапрабу, это сама Шаматирадхарани. И также служение Шаматирадхарани никто не может дать ей, кроме ее слух. Поэтому до прихода Шичитани Махапрабу те слуги, которые пришли, Шизиславы, Виндавна и все остальные, мы знаем, что это служанки Шаматирадхарани, они дали это служение, вынесли за прихода. То есть это очень сокровенно, ну, если не будем это поднимать темам, может быть, или для такого собрания, очень сокровенно то, что принял Шичитани Махапрабу, то, что даже не найти, где? Шиматбаму там. Даже не найти Шиматбаму там. Это не написано нигде, только это вынесли Ачарьи. Поэтому Варшана это очень сокровенное место, все Ачарьи, многие молятся, чтобы позволить жить там поближе. дворец Шиматирадхарани, просто жить тем, чтобы организовывать ее встречи со Шьямом. Больше другой цели у нас нет. Мы не стремимся к Кришне сами, мы стремимся, чтобы просто организовывать их встречи, что, в принципе, мы сегодня делаем. Вот, ну, это такое небольшое вступление. Вообще, я сегодня хотел немножко, я нашел какие-то комментарии, большие правопады по этому поводу. Вот, мы немножко почитаем, судим. Окей? Нормально, да? Да. Парик, конечно. Когда с Вишокой ходили вдвоем, пели, и у нас не было микрофона, но уж был микрофон на проводе, я приматывал микрофон вот так к шее. Он у меня торчал из кармана, у меня был комбик, Вишокимри Данга и Джаджа, и мы вдвоем пели так. Пало втроем, четвером. Поэтому, вот, ну, ладно. Мы даже, там все влезали, да? А не, а не могу, чтобы подвинуться. Можно вперед, тогда чуть-чуть еще. Ятра, ятра, халерарча, садешам, шия сам падам, ятра, гангадаю на дях, пурнеса чавишу тага. Вперед и комментарии, Божественное Мелси, Ачебуктинонтасвами, Ишилы правопады, Ачадия восстанователя, и скором любитии, Ишилы правопады, Ки-чай. Воистину, благодатны те земли, где есть храмы Верховной Личности Бога, Кришны, и где Ему поклоняются должным образом, а также земли, где текут знаменитые священные реки, упомянутые в Пуранах, в Писаниях, дополняющих веды. Любой духовный обряд, совершенный в таких местах, приносит человеку огромное благо». Комментарий. Есть много атеистов, отрицающих духовную ценность поклонения Верховному Господу в храме. Однако в этом стихе Нарада Муни авторитетный учитель утверждает, что любое место, любое место, где должным образом поклоняется Божеству, становится духовным. Мы в последнее время стали с преднами изучать труды Его Святительства Шива Рама с вами. Это книга «Нава Вража Дхама Магима». Она о том, что желание Шивы Прабхупады было в том, чтобы проявлять Вриндаван не только во Вриндаване, за пределами. И проявляется Вриндаван просто, с одной стороны. Где в центре Рада и Кришна, где предны просто. Слушай, это Вриндаван. И там он рассказывает, как у них стали проявляться, как пришли радыщям, как стали проявляться святые места. Поэтому это наша задача. И желание Шивы Прабхупады, чтобы в каждом доме был храм. Об этом мы сейчас немножко затронем. Утверждают, что любое место, где должным образом поклоняются Божеству, становится духовным. Оно больше не принадлежит материальному миру. В наш век люди не могут во имя духовного самосовершенствования уйти в лес. Им рекомендуется жить вместе с преданными в храмовой общине. По всем правилам поклоняться Божеству и следовать регулирующим принципам. Тогда место, где они живут, превратится в Айкунху. Считается, что в лесах преобладает гуна благость, в городах, в деревнях гуна страсти, а в публичных домах, гостиницах и ресторанах гуна невежества. Однако жить в храмовой общине значит жить в духовном царстве, в Айкунхе. Вот почему здесь сказано, что храм Господа лучше, самое благодатное место. Мы создаем центры в разных странах мира, чтобы предоставить предным кровь и возможность поклоняться Божеству в храме. Никто, кроме предных, не может поклоняться Божеству. Кроме того, если преданный грехасков поклоняется дома Шилограмшиле или Мурти Господа, его дом также становится святым местом. Поэтому раньше все представители высших сословий, браманы, кшатрии, ващи, поклонялись либо Шилограмшиле, либо небольшим Мурти, Рады Кришны или Ситараме. Благодаря этому в их домах царило счастье. Теперь же люди перестали поклоняться Божествах. Стремясь идти в ногу со временем, они совершают все возможные грехи, поэтому навлекают на себя одно несчастье за дури им. Харе Кришна, Харе Кришна. Я также буду продолжать читать комментарии Прабхупады. Но здесь в комментариях Шилогрампупада сказал, что очень важно жить в общине Вайшнавов. Потому что в последнее время, в принципе, то, что заметили, что преданные сами по себе очень слабы, очень слабы. Грехаскам приходится просто буквально выживать. Бытовые вопросы они съедают, уничтожают. Мир, работа, скрежет машин, полуволы женщины, которые ходят. И все остальное, оно просто убивает сознание Кришны и просто фактически остается невозможным. Единицы, единицы, у кого удается как-то существовать. И то это те люди, которые очень активно проповедуют. И даже активно проповедуя, заметили, что просто бытовые вопросы очень сложные. Просто чтобы сходить за водой, я помню, когда остался один несколько лет назад, года три-четыре назад, просто начал сходить с ума. Очень сложно. Сложно просто сделать закупку, сложно просто принести воды, сложно приготовить. Очень сложно. И наше сердце, оно всегда стремится в отношения. Человек никогда не может один. Брамачари, они строят отношения к Брамачари. Потом, если им не удалось построить глубокие отношения, они стремятся к греха с кашем. По одной простой причине джива, оно стремится в глубокие отношения. Поэтому община Вайшнауф и вообще то, что хотел Шила Прабхупада, если почитать, изучить, чтобы предные жили вместе, чтобы они вместе развивались, это, ну, я не знаю, я для себя вижу одно из единственных спасений. Вот два назад, когда Саша Мороз начал, что-то они какие-то объединения с предными, они говорят, мы вот читаем каждый день по понедельникам, там, три часа в Шимадбаху, там. Вот. И я пробовал, 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 и понял, что для меня это невозможно. Кто может читать каждый день в три часа в Шимадбаху, там? Да, ну, сложно. Я понял, единственное спасение, если как-то вместе с предными, тогда это возможно. Тогда это возможно. Вместе приготовили, вместе почитали. Поэтому это очень большое могущество. Вот, что мы пытаемся сейчас здесь делать, пытаемся объединить. Мы уже прожили с предными уже какое-то количество лет. Сейчас мы просто решили по милости, радущам Сунды расшириться. Поэтому это наше единственное спасение. Служить вместе, как веник, чтобы быть крепкими. И дальше я прочитаю тридцатый, тридцать третий тексты. Ну, я какие-то буду выбирать. Кроме того, людям, стремящим к духовному развитию, следует посещать и почитать те места за пределами Индии, где есть центр движения сознания Кришны. Стремиться нужно за пределами Индии посещать те места, где есть центр движения сознания Кришны, где поклоняются божествам Рады и Кришны. Любому, кто хочет достичь успеха в духовной жизни, рекомендуется посещать такие места и совершать там религиозные обряды. Ибо они принесут Ему благо в тысячу раз больше, чем те же обряды, совершенные в любом другом месте. То есть, совершение служения в храме или там, где идет поклонение Башеслава, это является храмом блага в тысячу раз больше. Мы знаем, да, что Ачарий зовут во вредах. У каждого из нас есть бхакти, он мог насуприть от духовного счета благочестия. И десятая песня Шиман Бау там сказано, что мальчики-пастушки накопили бесчисленный запас благочестия. Поэтому это то, что нам нужно, говорится, винив разум, минимум усилий, максимум результата. Все любят в картику, да, все любят на картику визит в Абриндаун. Поэтому служение в храме усилились в тысячу раз. И божества, это не просто арта личности, они приходят с духовного мира. Шива Прабхупада, я недавно в лекции слышал, он говорит, эти негодяи, как они могут говорить, что это не Бог. Это Бог, это Кришна. Только Майаваде говорит, что нет. Это Кришна, у него нет разницы между внутренним и внешним. Это сам Кришна, который спускается, чтобы мы могли служить. Если у человека нет поклонения божествам, даже воспевая святым имен, он может просто имперсоналистом стать. Просто стать имперсоналистом. Поэтому это сами Кришна, Самар Шимадрид Храни, они спускаются, они спускаются, все разные. Заметили, все божества разные. В Майапуре одни, во Вриндауне другие, Рады Щрам, Кришна Баларам, даже Рада Кришна, все разные. Почему? Потому что в духовной обители есть разные места. Есть Варшана, есть, допустим, гавардан, есть самки. То есть у каждого, при этом в каком-то месте есть какое-то служение, определенное настроение. Например, вот сейчас Светка Рубинтай читает книгу Варшана. Если вы почитаете книгу Варшана, то Кришна там все время, «Я никогда не буду, то его переодену в Гопи, то его побью, то его что-то еще». То есть это есть какие-то обители во Вриндауне, где они приезжают в Шумать Радхарани. И Вриндауна, Варшана, там пять обителей приезжают в Радхарани. Там она царица. Она везде царица во Вриндауне, мы это все знаем. Но если пойти в Нандаграм, там уже по-другому все. Там уже Кришна. Там все Кришна, Кришна, Кришна. Разные настроения абсолютно. Поэтому божества они спускаются в разных настроениях. Они несут разные настроения. Какие-то любят цветы, какие-то любят кирт. Какие-то божества прячутся, а о них никто не знает. Как Ганнащамбама, да? Помните, как он поклонялся Радхарани, он писал ее святые имена. Помните, да? Писал на песке, святые имена Радхарани поклонялся. У Щемы, кстати, видели? У него флейта. Флейта с именами Щемати Радхарани. Видели, да? Потому что изначальный звук, когда Кришна играет на флейте, что он играет? Какие звуки играет на флейте? Он зовет кого-то конкретно, Гопи. Когда он играет, пастухи не бегут к нему на берег Ямуны. Бегут только те. И каждый слышит в Гопи свое имя. Но изначальное имя это чье? Имя Щемати Радхарани. Почему? Потому что изначально это она. Из нее зашли все экспансии, остальные Гопи, Гопи. Поэтому это изначальный звук, который зашел след Кришны. И вот уж Яма. Он играет и там имя Щемати Радхарани. Поэтому они спускаются и тем божествам, которые предные поклоняются, называются Иштадев. Часто у предных идти и то, и то. Но со временем появляется один Иштадев, кто влечет сердце. Ни с того, ни с сего. Как, например, даже парень и девушка, юноша. Тысячу девушек. Мы общались с Анандаварданом в прошлом году. Ну, какие-то сокровенные вопросы мы уже очень у него спрашивали. И он нам не хотел отвечать, но потом он начал намекать. Ну, смотри, тысячу матач. Все красивые такие. Ну, да, красивые. Кто-то трогает сердце. Да нет. Но, говорит, если бы это была жена, то пробило бы сердце. Точно так же Кришна. Если это наш Кришна, он пробивает сердце. И со временем предный, он воспевает святые имена, то, что он завидовал Шилапхопада, Бхаксансарасвати, сердце очищается. Читал Дархвана Марджанам. И проявляется кто-то, кто влечет сердце. Поэтому очень важно, чтобы практика была интенсивной. Чтобы со временем появился кто-то. Конкретно Кришна. Какому Кришне вы хотите? Кришне в Дварике? Кришне в Матхури? Кришне в Абриндаване? Какому Кришне? Который играет на флете? Или который ходит в царской одежде, как в Махабхарате? Этот. Шапка, шлем с барабашова, да? Павление первого к чему-то вставлено. Он не носит павление первого. Ему в Дварике нечем, не зачем павление первого. Ему не нужна пастушеская одежда, ему не нужна флейта. Ему ничего не нужно. Но нужно знать, к какому Кришне мы стремимся. Нам нужен чья. Ну, во всяком случае, то, что несли на Мачаре. А там уже у каждого Кришна проявится. Как в 3.9.11, о чем Адбхула там сказано, да? К какому Кришне поклоняетесь? Такой придет. Поклоняетесь на Ресимхе? Придет на Ресимхадем. Поклоняетесь на Мачаре? Поклоняетесь на Раде и Кришне, если вы в правильном настроении, без оскорблений, вы бьете на Раде и Кришне. В этих стихах, как и в 29-м стихе, подчеркивается важность поклонения Божествам. Иными словами, любое место, где предный поклоняется Мурте, Верховной Личности Бога и Греб, имеет огромную ценность. Движение сознания Кришны предоставляет жителям всех стран возможность обрести сознание Кришны, посещая центры этого движения. Если человек поклоняется Божествам и повторяет Харе и Кришне Махамантру в центрах искон, он обретет в тысячу раз больше блага, чем если бы он это делал в других местах. Поэтому надо ходить в храм и там повторять. Это Шамад Бхага, там 7, 29, 3 стены, потом скажем в седьмой песне. Я слышал про этот стих, Бхактиананта Кришна с вами раньше, он все время проповедует предный, приходите на Мангаварте. И он говорит, я где-то встречал в седьмой песне, что в тысячу раз больше блага. Вот, пожалуйста, и Бхабхага потом пишет в комментариях. Предоставляя людям такую возможность, движение сознания Кришны оказывает им величайшую услугу. В этом миссии Шичитане Махапрабху, о которой он сам сказал, Шичитане, Чиритамте. Притхвити Ачхи Яте на городе Грама, Сарватра Прачарихайбы Моры Намы. Шичитане Махапрабху хотел, чтобы движение сознания Кришны пришло в каждый город и деревню на земле. Чтобы по всему миру были установлены Божества, и что благодаря этому движению все люди могли достичь совершенства в духовной жизни. То есть мы видим, что все наши Ачари поклонялись Божествам. Да, как Лаканадхасвами, да. Вечные спутники из духовного мира начали. Где Кришна? Где Кришна? Искали все. Как Аиндра Прабху говорит, почему я поклоняюсь Божествам? Часто говорит, зачем поклоняюсь Божествам? Говорит, потому что когда человек воспевает святые имена Кришны, что у него развивается в сердце? Разлука. Разлука. И он говорит, знаете, да, Аиндр, по четыре часа в день служил? По четыре часа в день он служил Божествам. Две тысячи килограмм шил, что он от хранит, но очень много у него было. Говорит, и я могу эту разлуку скоротать. Это личности. Это личности, с которыми каждый пуджарий знает. Каждый пуджарий – сумасшедшие люди. Когда-то на храмовом собрании сказали, ни один пуджарий почти не ушел. С пуджи. Потому что человек пришел. Все, это личность. У него меняется настроение. Все время какие-то лилы. Все время может прийти во сне или что-то еще. Как есть статья одного бредного. Как его зовут? Санитри Прабху, который русский бредный. Русский бредный. Ради малых. А надо. А надо Прабху. И он пишет, как он служит радыщам во Вриндауне. Это один из самых главных пуджарий в Майпуре, во Вриндауне. Он говорит, каждый день ко мне щерядника приходит и говорит, в какие одежды ее одеть. Не то, что в поддельник белый, во вторник какие-то красные, в среду зеленый, в четверг. Это Вадди Саданабарти. Со временем Прабху должен прийти на Рагу, когда личность раскрывается. Вадди сказали, а до и до выполнил. Но Рага – это когда человек чувствует личность, чувствует, что хочет Божество. И это наша цель. Это то, что хотел Швабраупада, чтобы мы почувствовали сердце крыло. Даже когда мы кого-то любим. Представьте, вы приходите к девушке и говорите, «Я прочитал сегодня, что в понедельник я должен тебе подарить белые цветы, чужие». Никакой любви в этом нет. Но это нормально, вначале нормально. Но потом, со временем, Криш начинает раскрываться и предные чувствуют какие. Ну, допустим, много историй, я не буду в это погружаться. Сегодня немножко пойдемте про комментарии про упады. Остальные лилы в другое время. Но она давно писала, говорит, каждый день она ко мне приходит, говорит, в это, в это, в это. И он уже с утра встает, он уже знает, во что она хочет. Потому что они... Есть лекция потрясающая, не раньше нас с вами, перед установлением рода Мадавы в Киеве. Она говорит, пуджали, это тот, кто медитирует даже все время, что они делают там на алтаре. Потому что у них на алтаре аж такая лила. У них все время лила. В обед Кришна возвращается с пастбища. Какой он идет? Голодный. Почему в обед? Такие первые. Он же Кришна голодный, он пас коров, напал демон, Юга Майя устроила этот демон. Зачем демон нападает? Чтобы Кришна пошел покушать, иначе он заиграется и никогда не пойдет играть. Каждый день два демона. Он приходит голодный, его кормят. И пуджали это все медитирует, он знает. И со временем они начинают раскрываться. Чем больше человек служит Божеству, тем больше он открывается. Поэтому это личность. Это личное служение Рады и Кришны. Если у человека нет служения Божества, мы об этом сейчас прочитаем, человек может просто имперсоналистом стать, делать то, что он хочет. Не обращать внимания на личность. Когда появляется личность, столько всего надо. Вот Антон активно участвовал. Столько надо. И то, и то. Мы вчера только последний принтус приколотили Андрея Прабула. Андрей, пол там, алтарь там еле занесли, ничего не успевали. Лампочка, видите, висит. Обычно всегда, когда открытие чего-то или установили божеств, в Киеве там, первые там заносят, уже установка идет, пол-тарянь доделали. В Венгрии несут радащьям на установление пуджа, это последнюю доску калтарю, заголотил там. Это все время. Кришна устроит, так понравилось. Наверное, Кишор сегодня сказал, что... Ну, мы все опоздали. И он говорит, если бы это было Вайкунха, все было бы чинно. Ну, только это Вриндаун. Вриндаун – это место полной беспокойств. Сегодня тоже слушал Махараджа Нандавардуна с вами. Говорит, предные, кто хочет во Вриндаун? Думаю, мы. А теперь вы готовы отказаться от всего и пропустить в мир беспокойств. Множество беспокойств. Это мир духовных беспокойств. Он очень счастлив. В Вайкунха все спокойно. Там на районе, у него даже тапки есть. Он ходит тапки. У него нет папы, мамы, дня рождения. У него есть трон, у него есть слуги. Можно прийти на воскресную программу. Но сейчас Вриндаун у него нет ни тапок. Он бегает, у него куча проблем. Столько всего. Столько беспокойств. Нужно устроить встречу. Сейчас предные в Литве, они начитывают... Мишунача Кровать Токура. Нет, они начитывают его так же. И начитывают Рупага с вами. И там разговоры джатилы, кутилы. И Анадаварда отделился. Говорит, привет, мы так погрузились в эту лилу. И я понял, что без джатилы, кутилы, обниманию, обниманию, невозможен Вриндава. Невозможно. Мы погрузились в эти лилы полностью. Говорит, невозможно. Вриндаун без них не будет существовать. Поэтому все, что происходит, это также проявление Вриндауна. Просто мы не чувствуем. И много беспокойств. Много беспокойств. Те, кто ходит на улицу, знают. Харинам Санкерта на движении Шечетане могу пробовать для тех, кто хочет вернуться в ребенок. Полно беспокойств. Ну, мы не будем трогать эту тему. Но если бы не устанавливали божество, этот клиенту, скорее всего, так бы и не пробили еще года-два. И вот стих из Штанчири Тамки. Обретя семя предного служения, необходимо заботиться о нем. Для этого нужно стать садовником и посадить это семя в своем сердце. Если регулярно... Дождь пошел, да? Да. Ягер завершался успешно. Сигаринам Санкерта ягерки. Да. Сигаринам Санкерта ягерки. А так пели, да? Солнышко, так встреча. Для этого нужно стать садовником. И посадить это семя в своем сердце. Если регулярно орошать семя в Адушраване и Киртане, слушание повторения, то оно прорастет. И теперь комментарий Шилбраупады очень важный. Жить среди преданных или жить в храме значит погрузиться в Киртанам и Шраванам. Иногда неофиты думают, что можно заниматься Шраванам и Киртанам без поклонения божества. Потому что можно персоналистом стать Кришной личностью. Еще раз. Иногда неофиты думают, что можно заниматься Шраванам и Киртанам без поклонения божества. Но такая практика Шравана и Киртана предназначена только для самых возвышенных предных. Таких как Харидас Такур. Он практиковал метод Шравана и Киртана. не поклоняясь при этом божествам. Однако мы не должны подождать Харидасу Токуру, отказавшись от поклонения божествам и пытаясь практиковать только шрауном и киртаном. Начинающий предный на такое не способны. Еще важный момент, когда предный воспевает святые имена Бога, Анидра Прабхун говорит, что до тех пор, пока вы не поймете, кто для вас Кришна, чем, кто для вас, и кто для вас Рама, кто для вас Хари, это будет все скорбительное воспевание. То есть до тех пор, пока предный не поймет свое отношение с божественной Читой, или с Ситарам, или с кем-то, это будет не совсем то воспевание, которое называется чистым. Поэтому со временем мы уже говорили, что Кришна должен проявиться. И когда есть конкретная форма, когда человек повторяет Харе Кришна, то Харе – это конкретная личность, которой он служит. И Кришна – это также конкретная личность. И Рама – это также конкретная личность. Рама – это, кстати, кто? Радыка Раман. Ну, это для Гауди Вашна. Говорите за себя. Ну, так мой духовный учитель говорит. И Тарадыка Раман – тот, кто приносит на ослаждение. Почему это? Но опять-таки, для кого-то Рама – это Рамачандра, и он пойдет в Айудху. Для кого-то Рама – это Баларама, и он попадет в Раму. Для кого-то Рама – это притвор. Баларама – это Баларама. Да, это Кришна. Поэтому очень важно. Служение Божествам как раз оно проявляет эти отношения. Когда человек начинает… Не знаю, у всех были алтари в первые годы сознания Кришны. У меня был алтарь размером вот с эту стену. Были все. Даже Ганешик там сидел. Иисус Христос тоже был. Все были. Но потом Кришна, он как кукушонок. Знаете, как кукушонок действует? Он закидывает, а потом… Иисус Христос. Да, иисус Христос. Почему? Потому что он хочет, чтобы мы сконцентрировались на каком-то одном. Иначе, если мы и там, и там, прибудут и все. Кого звал? Да не знаю. Пришел Рама, Гула Рама, Рамачандра, Нурсимхадев там, Бараха прибежал, Матся приполз, приплыл. Кого звал? Ну, кого-то. Нет, конкретно кого-то зовет. Поэтому поклонение Божествам, оно очень помогает. И вот Господь Чайтань, тоже Чайтань Чаретан, где он просил поклоняться. Тоже это диалог, когда предные пришли, он просил, чтобы разошлись о них. Говорит, что «Затем Господь Чайтань попросил всех предных возвращаться по домам и начать там совместное пение святого имени. Он также попросил их поклоняться Кришне, повторять Его святое имя и обсуждать Его божественные игры». Комментарии. Здесь Господь Чайтань Махапрабу объясняет цель начатого движения Харе Кришне. Учение Ши Чайтань Махапрабу не обязывает всех принимать саньясу. По его примеру. Любой может практиковать... А все Прабу хотят принять саньясу? Во всяком случае. Все драмачане, все. Не обязательно. Арихасы тоже. Арихасы тоже. Арихасы больше хотят принять саньясу. Это уж точно. Такая жизнь. Любой может участвовать в пении святого имени Кришны. Махаманта Харе Кришна. Кроме того, можно обсуждать Шамад Бхагавад Гиду и Шамад Бхагават. Установить дома божества Рады и Кришны или Гавранита. Либо и те, и другие божества. И прилежно пополняться им. Для этого не обязательно открывать проповеднические центры по всему миру. Любой интересующийся движением в сознании Кришны может установить у себя дома божества и под руководством духовного наставника поклоняться им. Петь Махаманту и устраивать обсуждение Бхагавад Гиды и Шамад Бхагавата. Очень часто к Шилоправпаду он все время говорит грехаски должны служить божеством. Есть лекция, где к Шилоправпаду говорит грехаски не должны жить в храме. Они должны работать. Но так как храмы божества они всегда главные остаются. Но так как грехаска живет дома, то кому-то надо служить. Иначе он будет в мае просто. Я по себе помню, когда не было радыщиам, я шел в магазин, кому я выбирал продукты? Себе. Зубы для кого чистил? Да в Браман чистил просто. Купался для кого? Да непонятно, полы для кого? Но когда появляются божества, все, даже зубы для них чистишь. Покупаешь для них цветочек, все для них полностью, в 100% ты начинаешь для них со временем делать. Поэтому очень важно, что Бхагават Гиды просил поклоняться божествам. Те, кто не готов жить в храме и следовать строгому храмовому распорядку, есть такие, кто готов жить в храме? Крамачари уехали, да? В первую очередь, грехаски вместе с женами и детьми могут открывать проповеднический центр у себя дома. Для этого достаточно установить там божество Господа, поклоняться Ему по утрам и вечерам и петь Харе Кришна, обсуждать Бхагавиту и Шимак Бхагатан. Пожалуйста, премные. Все можно открыть проповеднические центры, установить божества, и каждый день утром лечим петь Харе Кришна, Махаманта. И собираться вместе. Подобная возможность есть у всех семейных людей. Вот почему Шич Тани Махапрабо обратился к присутствующим, преднам, с такой посьбой. Поэтому это важно. Если нет, ну, божество это не просто, но обязательно должен быть алтарь у каждого. Каждый дом должен превратиться в храм. Обязательное изображение. Каждый дом в храм. Каждая деревня, каждая квартира должны превратиться в храм. И Шила Прабхабада, он очень благодарен. Просто посмотреть, помните, да, как он фотографии разглядывал божество? Видели, да? Во Вриндаване кто был? Там сидит Шила Прабхабада в его комнате, где он оставлял кровать, и там сидит Шила Прабхабада. Мне всегда было интересно, что перед ним стоит. Видели там рамочки такие? Нагнулся на салон такие, да? Там письмо, да. Но там также лежат рамочки, и там фотографии божеств. Он очень любил разглядывать. По всему миру он просто смотрел и разглядывал. Такую бы любовь и благодарность. Он очень любил. У него письмо, которое тоже очень трогает сердце. Шила Прабхабада пишет, это письмо Равиндри. Тысячу раз благодарю тебя за то, что ты так великолепно поклоняешься божествам. Это видно на цветных фотографиях, которые ты прислал. С самого раннего детства я тоже поклонялся Господу Джаганадхе, когда мне было 6 лет. Отец подарил мне Радху, и я устраивал Радхаятру в своем квартале. А сейчас ты поклоняешься Господу Джаганадхе в западном мире и поклоняешься так роскошно. Это доставляет мне огромную радость. Снова и снова благодарю тебя за то, как ты ведешь поклоняешься божествам в филобилийском храме. С силой Прабхабаде доставлял удовольствие. И вот Шаманбао из первой песни здесь Шила Прабхабада Нектара себе пишет. Помните, да, как даже в фильме есть Прабхабада, маленький, тележечку с Радхаятры тянет. Ну или кто? Читали, да, Прабхабада или Ламриду? Очень важно преданное. Прабхабада или Ламриду сейчас вышла в аудиоформате. Мы сейчас прочитали, но мы сейчас ее еще слушаем. Невероятно просто. Ну, так же Прабхабада очень часто об этом рассказывает в лексах. И вот первая песня Шила Прабхабада. Шиладжева Госвами в связи с этим говорит, что любой ребенок, созерцающий образ Господа в самом раннем детстве, несомненно станет подобно Махараджи Парикшиту. Что Махараджи Парикшиту видел? Вы еще в очреве? Кого? Кришна. 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 Кришна попал. Он в Даршан получил. Ребенку может и не выпасть такая удача, которая выпала на долю Махараджи Парикшита увидеть Господа в очреве своей матери. Но даже если он не столь удачлив, родители могут сделать его таковым, если захотят. Можно привести пример из моей жизни. Мой отец был чистым преданным Господа. И когда мне было около пяти лет, он подарил мне две фигурки Рады и Кришны. Сколько? Верили? Шесть. С детства. Играя, я вместе с сестрой поклонялся божествам, подражая службам, проходившим в расположении по соседству храме Радхи Говинды. Постоянно посещая этот храм, повторяя проводимые там церемонии в играх со своими божествами, я развивал естественное влечение Господу. Мой отец соблюдал все обряды, соответствующие моему возрасту. Позже все это время, а, позже все это, на некоторое время прекратилось под влиянием круга моего общения в школе и колледже. Помните, да, Шива Павпада, когда поступил в институт, он на некоторое время, куда Раду Кришну спрятал? В коробочке. А потом, как случилось, что они попросили, у вас ничего до нас забыло. Служи нам, поклоняйся. И они попросили у нас с вами опять поклоняться. Такая лила. Мы знаем, Шива Павпада в вечность против них с духовной веры, поэтому... Это продолжалось до тех пор, пока я не порвал связи с семьей. ага. Но когда в юности я встретился со своим духовным учителем Шишимат Бахтиседанта Сарасвати Госвами, Махараджи, прежние привычки вернулись ко мне. И те же божества, которым я играл, стали божествами, которым начал поклоняться по всем правилам. Это продолжалось до тех пор, пока я не порвал с семьей, то есть почти всю жизнь. Я счастлив, что мой великодушный отец дал мое первое представление о Господе, которое впоследствии под воздействием его божественной милости развилось в регулируемое предное служение. Махараджи Прохлада также советовал давать ребенку возможность получить представление об отношении с Богом с самого раннего детства, потому что иначе можно упустить шанс, который предоставляет чистая форма жизни, приходящая, как все прочие, но несмотря на это обладающие огромной ценностью. Интересный момент, что дает поклонение божествам? Оно дает одно, то есть не то, что Кришна нам на выходе денежку в карман положит, или нам зубы красивые вставит. Что дает поклонение божествам? Желание еще поклониться чистой силы. Желание. Желание. Бабу дает нам нужна баба предная. Нам не надо ставить предными гун и благости. Сейчас много всяких моментов обязанностей, гун и благости. Да можно ставить сколько угодно. Это не наше. Это хорошо. Цель обрести бабу, цель садана это баба. Баба это очень высокий уровень, это наша цель. Не просто затрагивали недавно эту тему, что часто прены по 20 лет служат, ничего не меняется. Ну они стали хорошие, интеллигентные, вижливые люди. Улыбаться, говорят, Харе Кришна. Но бабы не факт, что есть. Почему? Потому что там то послушал, там то послушал, наставника нет, практика неправильная, воспевания толкового нет, там про джалпы наслушался, там в фейсбуке посидел в неделю. И все. И вроде пришел храм вроде все, но все время осквернение делать. Интернет, мы кстати готовим лекцию по этому поводу. Это убивает бакте в корне просто. Это жуткая штука. Даже гормоны выделяются при привязанных к соцсетям, такие же, как при азартах и приставах. Те же самые гормоны. Поэтому это нарушение принципов. Немножко подробнее позже расскажем. Просто это глубочайшая тема, мы стали изучать недавно, когда я заметил, что какая-то, ну не проповедуешь, но какая-то привязанность, интересно, что там и того, что там. И вот это все разбивает духовную практику, никакой бау не будет. Божество не дает, когда человек служит, одно и то же делает, ни с того, ни с сего. Он понимает, а я хочу просто цветы тебе собрать, все. Как я помню, первый раз, когда Рады Щам увидел его в Риндаване, я понимаю, это Рады Кришна. Ну, поклонился, головой в пол, размаху ударился, не рассчитал. Ну, сказал Харе Кришна, ну, сказал, ну, ну, помоги. Ну, ну это. И все. Понимаешь, стыдно? Ну, вот Кришна, Радхаране, что? Вы представьте, Кришна говорит, что делать? Не квалифицированный. Ну, когда человек служит Божеством, то он увидит Кришну, Радхаране, побежит сразу цветы собирать. Почему Радхаране и Радхаране, потому что Радхаране, это, по-моему, бавана, бежать, ну, как-то там, я не помню, эти малого слова. Она как только появилась, сразу побежала, что делать? Цветы собирать. Говорится, что она появилась возле гора Шаташринга, это гири, говардан, возле говардан. Сразу побежала себе свою. Потому что изначально, это изначально воплощенная любовь. И у нас нет любви. Это она дает. Она дает. Радха. Она дает эту любовь. Сердце, это ее, как бы, частичка, ее капелька. Поэтому, когда человек служит, у него появляется это желание, ни с того, ни с сего. Не хочу нюхать, хочу, чтобы Кришна понюхал. Не хочу есть, хочу, чтобы Кришна поел. Не хочу дома, хочу, чтобы у Кришны храм был. Сам буду на чердаке жить или где-то. Развиваются желания. И со временем эти желания все тоньше и тоньше. Вначале человек служит, больше всего не поймет, кто для меня Кришна, кто для меня Радхарани. Кто? Потому что, когда человек служит, это очень сокровенное, интимное служение. Но со временем это начинает раскрываться, кто конкретно Кришна, кто конкретно Радхарани. И в каком настроении ходит спокойно. Это настроение преданесет всю жизнь. И он начинает со временем даже тех предных слушать, которые несут настояние. Заметили, кто? Много лет в движении сознания Кришны. С годами мы перестаем не всех слушать. Заметили, да? Каких-то конкретных. Допустим, остаются там Шеваправбадов, Урудев, еще какие-то. Но не всех пропагандинников. Почему? Одни предные могут в садь-ябаву пропагандовать. Или могут матхурить. Одни то, одни то. Поэтому сердце, поэтому Вишина Чакаратакурн объясняет, что саду санга со всеми невозможно. Должны быть жития с них, да? Поэтому со временем утончается круг общения. Это нормально. В духовном мире все со всеми не общаются. Валита с Шайбей не очень дружат. Там они по группам. Но они не критикуют друг друга. Иногда они собираются вместе, но редко. Группы. Поэтому со временем у нас также должна группа появиться. Своя. Которую мы любим, в которой мы вместе служим при этом. Раскрывается. Кришна должен раскрыться. Кто он? В данном стихе следует обратить внимание на слово Трайагатра. Оно указывает на то, что веды... А, это не то. Ну ладно. Тут. Вот. Ну это и несколько писем напоследок Шилы Прабхупады. Желание Шилы Прабхупады. Например, Мурти, Рады и Кришны. Заметили, да, что Шилы Прабхупада очень много Рады Кришны устанавливало? Постоянно. Ну, вы посмотрите, да, поступок Шилы Прабхупада. Очень много. И вот письмо. Что же касается литья из металла или из другого твердого материала, то если на это он это умеет, пусть льет Мурти, Рады и Кришны. Нам нужно множество Мурти, Рады и Кришны как для наших храмов, так и для того, чтобы устанавливать их в жилищах наших домохозяев. Ну, письмо. И вот еще одно тоже про литье. Но если этот парень настоящий скульптор, он может незамедлительно приступить к вырезанию из дерева Шимурти, Рады и Кришны в 24 дюйма высотой. В Санкт-Франциско Шима Сундара готовит прекрасный трон и в будущем мы должны будем установить Шимурти, Рады и Кришны во всех наших храмах. Шимурти, Рады и Кришны Шимурти, Рады и Кришны Шимурти, Рады и Кришны только предный разрешение духовного учителя. Рады и Кришны я помню, когда я пришел к Гуру Деву какие-то истории я помню, пришел давно еще я не буду рассказывать историю их прихода это часа на два это большая лила как они приходили как они проявлялись как Кришна стал черным у них все связано и даже этот алтарь даже вот это этот алтарь видите там такие наконечники на алтаре даже этот наконечник имеет историю я помню, когда мы делали этот алтарь я зашел к нам в храм и увидел что у правопады похожие такие штучки на вьясасане я подумал вот бы классно нам бы такие а тогда алтарь был в проекте его рисовали дизайнеры я прихожу и хотел уже дизайнеру сказать и он меня перебивает говорит знаешь, мне что-то вдохновило я вот штучки такие сделал и он все это сказал то есть везде были лилы то есть ну даже как ну это самая первая яркая лила я расскажу и на этом больше не буду историй про это еще потом может когда у меня была молитва каким Кришна должен быть черным или золотым потому что Кришну мы украсили было много знаков один из знаков был я молился Кришне как-то и попался стих Шамадбхагу там здесь это песня здесь ям черный вот это одна была такая ну как я почувствовал в сердце какой-то отклик второй отлик был когда я разговаривал с Гуру Гурангой правда знаете Гуру Гурангой художника я заявил с ним по телефону и как очень персональный так сказать человек я параллельно копался в интернете вот что-то у меня руки лазили ну я был сосредоточен на общении с ним и он мне объяснял что покрасишь там проблемы будут ну рассказывал какие недостатки какие плюсы если Шамам черный или он не черный и когда мы закончили разговор я увидел что у меня на экране почему-то Рады и Кришна и Кришна и Кришна черный это был второй такой намек и третий намек когда я начал сильно молиться знаете Кришне надо так вот он помогает говорится что Кришна как этот она этот Радхагавинда Прабу говорит он у нас есть предел он нас выжимает и когда он же Аааа Кришна он что еще делает Кришна которая упади да она держала там помоги тот помоги тот Кришна Кришна и когда только отпустила тогда Кришна помог и вот он такой сейчас он такой легко не дается пока вы не отпустите Кришна не поможет заметили да у всех такое было бы это пока просто не тревожит за что это мне выгодить и так все время когда что-то серьезное я даже знал когда сейчас начинается думаю господи я несколько раз отказывался от этой идеи все это затевать я понимал что с меня со мной было но я понял что радыщам хотят ничего не поделать что будем просто пожить вот и когда я взревел уже так что меня надо завтра уже расписать я иногда с ними ругаюсь иногда сильно ругаюсь это была история у нас была намахата я поругался говорю вот ничего нет что хотите то уедешь все и в этот момент звонок и приходит предный и приносит продукты то что они хотят потом уже к нему кто-то приходит и говоришь махарат что это такое убирайтесь прочь он такой ну пожалуйста можно я с ними пообщаться нет махарат вам надо спать все понял слушаюсь то есть отношения они проходят разные стадии в начале в начале такая шваре потом к шваре добавляется дружба уже можно ну а шваре остается служение остается это не сахаджия потом какая-то может такая в отцвале идти шел правопад он часто говорил вы кому-то он говорил мои дети а кому-то вы мои сыны матери позаботьтесь кому он доверял поэтому кто нас любит нами управляет поэтому им кто управляет мать он танцует под ее дуночек как Вринадеве однажды пришла она говорит что там твой учитель а кто твой учитель она его учитель потому что она покоряет его Бога невозможно починить но Кришна из Вриндавана он учится что его можно починить Дамодара как она ее что починила любовью и пока она не закричала Кришна она не отпустила она все усилия приняла она позвала преданных она была бы разозлилась на него и потом она уже взревела и потом Крипа Шакти пришла и 얘сп Starts BiI OHI энергия Господа это самое милостивое там все энергии стояли и стояла энергия всемогущества невозможно ты не свяжешь Яну не свяжешь его стояла энергия справедливости энергия такая 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 все говорят не свяжешь и она не могла его связать но когда она взревела в своем сердце когда она уже я тебя связжу до утра во первых Кришна испугалась потому что до утра это целые сутки Во-вторых, вот этот плач по Кришне. Тогда пришла Крепа Шакти, говорится, Крепа Шакти, царица энергии. Когда она приходит, Крепа Шакти энергия милости. Когда приходят, все энергии просто разбегаются. Тогда Кришна позволяет себя связать. И когда появляются божества, особенно божества Рады Кришны, они всем потом спустят. Все божества имеют разное настроение. Приходят Джаганадхи, сразу Прасад, организация курсов. Приходят Гурань-Тай, Киртан, приходят Рада Кришна, цветочки, украшения. И пошло. То есть разное настроение. Когда Герачка мне пришел, ни с того, ни с сего. Прасада куча. Захотелось всех кормить. Почему? Потому что божество приходит. Даже если мы с кем-то общаемся, с кем поведешься, того и наберешься. Общаешься. Я вот помню, есть такой величайший предник. Он приезжает, он заикается. Я три лекции походил, я заикается начинал. Принимается даже и такое штуки. Слушай, я помню, что Танчаныча, он слушал. Начинаешь даже говорить, как он. И то же самое, когда божество приходит в личность, ты с ним все время общаешься, и оно тебе дает благословение. Его благословение, что у тебя появляются желания. Ни с того, ни с сего ты захотел цветочком орать. Ходишь, как Саша. На чем он на Махату приходит, пьяный, цветочком приходит. Откуда? Чем пришел? Такие глаза как. Появляются желания. И в конечном счете мы должны избавиться от всех своих материальных желаний. У нас должно остаться... Представьте, мы оставляем тело и попадаем к имораджу или кому-то. И он что хочет? Цветочком орать еще нарвать? И того, и того, и того. И в соответствии с тем желанием нам дается тело. Если вы хотите собирать цветочки, вы не будете камнем. Кто будет камнем, в духовной мере? Да нет, у вас желание есть. Как вы будете камнем собирать цветы? Если вы хотите заплетать косички, шиматер-тхарани, вы не будете коровой. Как вы будете коровой заплетать косички? Сложно. Дается определенное тело. Как она в этой статье сокровенно делится. Я говорю, не буду для русских предных, это непонятно. Но иногда они дают странные вещи. Иногда он кричал, если тут в Манджаре, позовите. Все перепугались, не могут понять. Говорит, заплетите косички, шиматер-тхарани. Я говорю, не могу. Ну, так или иначе. Развивается приятное настроение. И вот сокровенное письмо Шилы Бравупады про милость Божеств. Да. Если Кришна дал нам новый Вриндаван, он будет развиваться. Не сомневайся. Ты получил такое хорошее служение по милости Кришны. Делай все как следует. И Шаварам Свами в этом книге, он разбирает, что когда Шилы Бравупада пришел в Нью-Вриндаван, он говорил, здесь Гвардан, здесь Ямуна. Он проявлял святые места. И он хотел, чтобы в новом Вриндаване поставили семь храмов основных Божеств. И Шаварам Ухра, что они сейчас сделали, Нью-Враджидгам. Они проявили Вриндаван, там все святые места. Они даже в Раджи Мандалу Парикарму уже проходят. Там проявились все святые места. Все это проявляется. Новая Вриндавана просто вспомнилась. Когда поедешь в Калубус, возьми Раду и Кришну с собой и научи Хаягриву поклоняться Божествам. Если надо, попроси Ачутананду и Джайгавиду прислать тебе еще одну пару божеств для Хаягривы. Рада и Кришна должны стать твоими постоянными спутниками. И ты навсегда будешь защищен от нападений Майя. И Хаягрива тоже. Теперешний способ поклонения достаточно хорош. Не беспокойся. Ты же видел, как это делается во Вриндауне. Вот и старайся по мере возможностей делать то же самое. Кстати, небольшая ремарка. Многим приедным хочется поклониться Божествам. Многие захотят после сегодняшнего дня. Но это делать очень просто. Возьмите изображение, кого вам нравится. Наших Шище Горо-Интай в храме. Радуйся вам из Вриндауна и служите им. Я так начинал. Поклонялся. Потом заметил, что хочется что-то больше делать. Фотографии, да? Захотелось их укрыть зимой. Укрыл. Захотелось тапочки поставить. Поставил. Водичку, водичку. Потом с матью уложил. И оно так, знаете, растет, растет. И понимаешь, уже одеть хочу. А некого. Да? Как Раганадзе с вами. Вот этот Шилограм, да? Агапапат. Шилограм Шила. Я его одеваю, глазки наклеил. И еще мой мой одел. И одеть сходится. Почему? И там говорится, что Кришна послала ему это желание. Поэтому, если вы слушаете, Кришна вам пошлет в какой-то момент желание, страстное желание одеть радуще. Как Анада. Он пришел в Вриндауна. И он пришел. Пожалуйста. Пуджаре подошел. Говорит. Позвольте мне служить радущеям, одевать их. Анна говорит. Невозможно. У нас стандарты. Полгода служили в Правопаде. Полгода Кришна Балараме. Гурань Та. И через три года, может быть, попадешь. Говорит. Ну, пожалуйста. Хоть дайте мне колечки одевать. На стопы рады. Говорит. Ну, колечки ладно, одевай. Он одел колечки. Потом, как всегда, это бывает. Попросили одеть. Он одел. А Индра увидел. Говорит. Ничего себе, кто это одел. Покажите. Увидел. У меня была лила. Я попал к Радамадове. Другая история. В алтарь. В Майпуре. Стою, трошусь. От страха. Радамадова гигантская. Сзади Гавра Сундара говорит. В Харькове провели там, сколько? 700 с чем-то Харинам. Я понимаю. И такой. Давайте благословим город Харьков. На то, чтобы у них Харинам Санкиртон продолжался. Я такой глух, что меня за шторы чуть не сдуло. Я понимаю, что только по милости Харинам Санкирт. Так Кришна устроил. Стоишь перед Радамадовой. Они огромные. В Майпуре кто видел? А что Саки. И сзади я попросил. Сделайте объявление. Попросите благословения на Харьковский Харинам. Поэтому тут уже Харинам 6 лет каждый день. И уже 20 лет столько Харинам, чтобы особое место. Ну, понятно, что много благословений. Но мы их копим, чтобы еще на десятки тысяч лет продолжать. И у меня тогда открылось очень ясное понимание сердца. Говорится, что без милости Гавранге невозможно попасть в Вриндаун и постичь Играрады Кришны. Без милости Нитянады не постичь Гаврангу. А Нитянады что просит? Идите проповедуйте. Джагаймадгайм. Понимаете, как недавно приехал на Рюмна Махарад, что он сказал. Все на Санкерта. Все хотите попасть в Вриндаун. Все на Санкерта. Не такой простой путь. Проповедите Джагаймадгайм. Получите милость Нитянады. Получите милость Нитянады. Получите милость Гавранги. Гавранга это и есть Рады Кришны. Пашила Прабхаданада, Стараслава, говорит, спан. Если вы слушаете Гавранге, то спонтанным образом само собой и сердце у вас начинает проявляться в лечении к локусным ступам Шимадрадхарани. Представьте, вы слушаете Месси Харинам Санкерта и расширяете движение. Не будем сейчас углубляться в эту тему, но это важно. Без этого невозможно прийти во Вриндаун. Потому что Шибавранга Махапрабху. А служение Емуты в Даси Раси расширяет движение Санкерта. Вы расширяете движение Санкерта и само собой появляется влечение к Рады Кришны. И во Вриндаун. Поэтому, говорится, без милости Шишистанима Махапрабху. Никто не попадет во Вриндаун. Я стою и понимаю, там сзади гремит благословение. Я стою и смотрю, там все пуджари заходят и дотравятся до 100 божеств. Во Вриндауне то же самое. Но только Бхакти Вишанба Матху Махараджим никогда к Рады Кришнам не подходил. Он подходил только как лично было ранее. И он говорит, почему вы сами принимаете? И в Майапуре все подходили, и у меня возникло желание. Вот бы достоинство, доступ всех божеств. Ну думаю, ну кто я? Забежало, ошейник только сняли. Язык через плечо. Животное просто. И до стоп всех гопи. Толстый ошейник. У меня тогда был толще такой. И представьте, они бегают в кресте качать. Не успеваем, не успеваем. Ты что тут стоишь? Бери тряпку, вытирай возле стоп у них. Вот это да. Я там, да, конечно. И пошел. И то есть Кришна исполняет все желания. Чего бы они захотели. Любое желание. Даже самое безумное исполнить. Любое желание. Даже если захотите стать служанкой, исполнить, если оно из сердца где-то. Ну, сокровенные демоны, опять-таки, Кришна исполнит. Но вопрос времени. Нужно запастись терпением. Захотел, получишь. Например, то, что мы сейчас получаем в виде проблем, это наше прошлое желание. Накрыло вжделение. С чего, откуда. Врючь столько лет практикую. Или там во сне что-то пришло. Может быть, оскорбил преданного. Или с прошлого дознала. Знаете, как мать, получил бабушки. Оскорбление в основном. И также духовные желания абсолютно все исполнятся. Чего бы не хотели, Кришна исполнит. Это ваше законное право. Иначе в суд можно на Кришну подать. Как это? Почему не исполняешь? Я хотел. Это мое желание. Но ваше желание, оно будет тем, кем вы являетесь духовными. Оно не будет искусственным. На уровне ума, да, можно придумать. Но когда пойдет истинное желание, я у города его спрашиваю, как отличить истинное. Нет. Он говорит, время покажет. Время покажет. Говорится, все неофиты хотят быть гопи. Часто люди на платформе ума. Но со временем человек истинное желание начнет проявляться в сердце. Привези с собой божеств. Кришна так прекрасен. Он несет на себе все планеты, как Санкаршина. И в то же время соглашается, чтобы его самого носил преданный. Это божество. В рюкзаке. В рюкзаке. Я просто с радыщами. В прошлом году мы объехали 14 стран. За два месяца были 12 стран. И радыщам в автобусе два месяца прожили. В лесах. Все храмы Европы объехали. Украина, Россия. Где только не были. Поэтому это актуально когда-то. Кришна так прекрасен. Он несет на себе все планеты. И становится таким маленьким, чтобы преданный мог его носить. Он больше величайшего и меньше мельчайшего. Его величие нисколько не умаляется, даже когда он становится таким маленьким, чтобы преданный мог его носить. Майвади не могут осознать, как величайший может стать мельчайшим. Поскольку с материальной точки зрения этого не понять. Я еду в Манреале. Чтобы посетить там конство США. И попросить постоянную визу. Посмотрим, чего хочет Кришна. Да, да, Кришна. Но вот это Кришна. Кто-то понимает. Как у нас мы все немножко Майвади, да? Может быть даже множко. И все имперсоналисты немножко. Как человек, прапа, подошли. К чему кого ругает Майвади имперсоналист? Он говорит, да, сыр, угай. Сидит в его сердце. Как раз этот имперсонализм, он и будет Майваду уходить в служение. Про красоту. Я также доволен, что ты украшаешь свой храм. И чем больше, более красивым ты делаешь это, тем красивее становится твое сердце. Это можно понять на примере. Чем лучше ты украшаешь какой-то предмет, тем красивее становится его отражение. Наше сердце – это отражение изначального сознания Кришны. И чем красивее Кришна, его парафиналии, тем больше красоты отразится в нашем сердце. И чем сильнее будет наше духовное блаженство. Тоже потрясающая вещь. Когда человек украшает Кришну, Божество, оно перестается хотеть украшать кого? Себя. Я ухожу из центра, Кришна становится в центре. Когда человек служит, я ухожу. Это самая наша главная задача, избавиться от этого жуткого «я». Агам. Даже маленький муравей. Амбрахмасми. Думает, ползет. И думает, я – центр вселенной. И Божество, они помогают избавиться от этого «я». И про улыбку Шиматри Адхарани тоже. Пару писем. Сим, уведомляю, что получил твое письмо, которое ты написал мне в апреле. Я очень рад, что ты продвигаешься в сознании Кришны, как положено. Кажется, ты находишься на уровне привязанности. Шва Пропада всех. На уровне ручки пишут, ребята, представьте. И это очень хорошо. Следующий уровень – это экстаз. А зачем чистая любовь к Богу? Итак, сейчас… Просто тогда. Итак, сейчас озередочится на исполнении своих обязанностей. Если будет время, можешь выходить с группой Самкиртаны. Но ни при каких обстоятельствах не пренебрегай правилами Арчины. Если у тебя не хватает времени, не нужно выходить на Самкиртана. Твое главное дело – заботиться о божествах. Ты на практике видишь, что всем нравится твое поклонение божествам. Ишиматер от Харани улыбается. Это твоя большая заслуга. Так что продолжай заниматься этим делом. Ну, правопадов всем разное наставление давал. Кому-то говорил, закрывайте храм и идите на Самкиртана. Кому-то говорит, не ходите на Самкиртана. Поклонитесь, потому что неофиты они берут… Шилл Праба сказал, закройте храм и идите на Самкиртана. Кто не ходит на Самкиртана, умает по башке письмо. Неофиты, они выдергивают из контекста. И то, чем они занимаются, они начинают этим глупить по башке других. Критикую при этом. Это уровень прокрытого террористичного преда. Со временем предан он начинает видеть расследенность всего. Насколько преды поглощены. Он видит сознание Кришны и Харинам Самкиртана более широкое, чем… Поэтому письма разные. Здесь Шилл Праба говорит, Шиматер от Харани улыбается в совершенство жизни. И при этом другие преды говорят, какая Самкиртана, надо здесь в храме сидеть. Все время то в карму, то в гьяну, то туда, то туда. Нет, предное дело, то, что хочет Кришна. А вот еще. Да, Бог постоянно пребывает в своем образе арча в играхе, как Кришна. Или Рама, или Чайтане. Поэтому ему надо оказывать такое же почтение, как если бы он присутствовал здесь лично. Если ты постоянно искренне повторяешь святые имена, соблюдаешь наши правила, принятые в сознании Кришны, у тебя очень скоро откроются глаза, и ты увидишь в божестве Кришну. То, о чем мы говорили. Если человек правильно следует, он увидит Кришну. Не просто божество, а Кришну. Во Вринавне, когда говоришь божество, люди оскорбляются. Это больно. Это не божество, это моя. Мощь яма, или моя ладия. Личность. Да, да. Может, еще покушать? Может, еще покушать? Можно еще пять минут? Обычно минут 20-30. Покушать. Ну, еще пару стихов. Я особенно рад тому, что ты находишь большое удовольствие в служении в светлостям в Гамбургском храме, в Касте Пуджаре. Думаю, что порученные твоим заботам они станут выглядеть роскошно и будут довольны. Единственная цель жизни заключается в том, чтобы постоянно пребывать в погружении в мысли о Радхаране и Кришне. И поскольку ты так решительно настроен и прийти к полному сознанию Кришны, он послал тебе эту возможность достичь своей цели путем непосредственного служения ему. Я всегда учил, что нужно поддерживать Аршину поклонения Божеством на высшем уровне, потому что это гарантия того, что все остальные храмовые программы тоже будут просветать. Я с облегчением узнал, что Божества теперь уверены твоим заботам. Благодарю тебя за это. Поэтому Шила Прабхупада просил нас делать очень много, поклониться Божеством, расширять движение Санкертаны, читать книги Прабхупады, носить ишику, носить ващинавскую одежду. Очень большая программа, по максимуму стараться. Одевать ващинавскую одежду. Для чего мы одеваем ващинавскую одежду? Чтобы Кришне было приятно. Для чего мы носим, чтобы Прабхупада порадовался. И всем сердцем, с любой предностью поклоняться Божествуам. Спасибо всем большое. Еще раз, мы это место, ну так уж, похоже, может быть, хочется или проявляется, так или иначе уже несколько лет идет медитация на это, назвать Варшаном. На самом деле Варшана Прабулу, он мне три года назад сказал это еще сделать. Во Вриндауне доволило. Ну, может, пару историй я скажу. Все служение, которое нам дается, его нужно, что сделать? Вымолить. Вымолить. Говорится, не речек не может распространять славу святой имени, не будучи выполномоченным. Поэтому каждый, приходя к Сигуринта, к Божеству, нужно молить о служении. Я вот, не знаю, все служение, которое есть, уже, получается, 11 лет, Харинамы, Радыщиам, какая-то пропасть, какие-то поездки, очень много поездок в Вриндауна, сейчас еще туры, паломничества и так далее, и так далее, и так далее. Всему присутствовала какая-то очень сильная молитва и благословение Вайшнау. Все Харинамы. Опять-таки, это каждый может по себе, да, вот как Анан Акишо рассказывал. Он пораздавал просад и преданное его благословение на раздачу просады. Прошло уже сколько лет, 10-11, он до сих пор ждет просад. Все через благословение. И помню один год, это было года 3-4 назад, я ходил в Риндауне и просто, ну, чувствую, что мало, вот каждый Харинама, мало, надо что-то еще, незанятость какая-то есть. Мы все хотим быть заняты в сознании Кришны, чтобы была миссия, дело, чтобы просто гореть, просто, знаете, кто влюблялся, да? Я вот, когда, помню, в школе работал, у нас в тройке, я влюбился, я бежал тысячу раз сильнее, чем бегал обычно. Я подпрыгнул до потолка, я кричал, у меня вот такие глаза. Все же хотят жить в таком состоянии. Ведь возможно, когда есть дело, миссия в сознании Кришны. И до тех пор, пока не будет этого горячего желания, очень сложно практиковать, пока не будет дела, которое Кришна даст. Поэтому каждый предан обязан молиться, Кришна, займи меня служением. То, чем учил правопады, займите меня служением, враты Кришны. Вот, ходя в Риндауне, как-то молился, молился, займите меня, займите, займите. И я человек упертый, настойчивый, в таком случае. И вечером Варшана мне звонит, говорит, слушай, можешь встретить, я уезжаю. У него ребенок, татука родился, мы помогали ему роды принимать. И он мне сказал, ты должен сделать для рода ща, вот, то, что сейчас происходит, храм, община. И прямо конкретно молитву, и это как-то вошло в сердце. Я не буду всего рассказывать, я, к сожалению, какие-то лилы я могу, какие-то лилы не могу рассказать. Очень много происходило за эти три года. Но три года оно все это длилось и все время развивалось. Два года назад я ходил тут по холодной горе, искал дома, просто так, ничего нет, просто ходил искал. Заходил представительным видом, все они смотрели, что тебе надо. Вот, смотрели дома, храм, ну, много у меня там было. Вот, и месяц четыре назад, пять, мы почувствовали с предным, что рода щам недовольны. Мы же, ну, прожили рода щам в квартире пять лет, там курят, селедочку жарят. Переселились новые соседи, которые... Ну, нет, это хорошее, которое мы, когда играем на Мриданге, они в тракт бою лупили на батарею. И причем попадали в ритм. Мы им еще громче. Вот, но это было сложно, я прям почувствовал, что они недовольны, они хотят переехать. И преды начали чувствовать, что как-то лила сворачивается. Вот, и что-то начало происходить одно за одном, и потом начали происходить лилы покрупнее. Ну, и вылилось вот то, что сейчас, сегодняшний день и остальные. Вот, поэтому все это помилостичьи радощам Сондарь, так уж получилось, что какое-то время нам служим. Когда радощам пришли, я с первого дня понял, что что-то у них будет, они необычные. Они начали проявляться с первого дня, как я их только заказал там. Ну, опять-таки, если кому интересно, есть целая лекция их лилы, лилы радощам. Вот, это из группы, у них есть группа ВКонтакте «Истории радощам», там я полтора часа рассказываю. Вот, и с первого дня я почувствовал, что у них будет что-то. Я тогда подошел к Паване Прабу в 2013 или 2014, говорю, Павана Прабу. Знаете, да, Павану Прабу? Павел Цимбаленко, сейчас знаменитый так же, как... Говорю, Павана Прабу, я почувствую, что нужен храм, община, но я как бы вообще не понимаю, как мне это сделать. Потому что я понимаю, что я умру, а им должны продолжаться служения. Как я позабочусь о них после своей смерти? Что мне... Говорится, что Пуджарья – это тот, кто должен позаботиться. Даже люди, когда рождается ребенок, даже люди, когда рождается ребенок, то что они делают? Заботятся? Строят дом, денежку зарабатывают. И когда у человека появляется Божество, его задача позаботиться, что после того, как он умрет, оставит это тело, должны продолжиться служение. Я говорю, что делать? Он говорит, не переживай, Кришна все устроит. Просто продолжай заниматься. Служи дремль, участвуй Харинам Саркетан, и Кришна все устроит. Поэтому все равно я Степавану Прабу, нашего духовного учителя. Очень много общения с Шилой Бхактью Янгу, с Ваим Граджем, начиная от заказа родащам, установки, служения. Как он, я помню, Джанат Хапуриевского попросил, говорит, пожалуйста, забудьте о них. Или когда мы были года два-три назад, мы были на фестивале Саду Санга, и родащам такая же конжа была. Он такой заглянул туда, в них влев прямо залез туда и говорит, ничего себе, они такие счастливые. Говорит, у них конжа. Я ушел. Очень много, я не буду, такие сокровенные какие-то моменты. И один из моментов, когда у меня тоже была медитация, либо за городом что-то организовывать, либо в городе. И у меня были разные варианты, опять-таки разные какие-то моменты. И когда я подошел к нему, это было года три назад на Картику, мы гуляли по Градану, я говорю, Грудаев, вот такая вот медитация, такие идеи, за городом или в городе? Нет, я сначала рассказал ему идею, потом говорю, ну я не хочу этим всем заниматься, можно, я просто буду ходить на Харинамы. Ну, это так сложно. Говорит, нет, надо делать, обязательно, говорит, делай. И потом я его спросил, говорю, за городом или в городе? И он так перебил меня, у него глаза сгорел в городе. Говорит, надо проповедовать. Надо проповедовать, обязательно проповедовать. Поэтому я не хотел уезжать далеко с города, мне захотелось быть поближе к нашей Шичи Гуринтай. Наши Гуринтай, они пришли к нам из Вриндауна. Я вот уже хочу записаться на пуджу, но пока не получается, чтобы поджарить нашим храмом по божествам. Гуринтай, потому что они из Вриндауна. Кто был в Вриндауне, видели, да? Наши Шичи Гуринтай, они вриндаунские. Поэтому мы очень не хотели уходить далеко от храма, мы хотели поближе к храму быть, чтобы можно было регулярно ходить в храм, на воскресенье, на субботнии, на Хринаму каждый день как можно чаще. Просто мы прожили какое-то время в квартире, и это очень сложно. И просто решили расшириться, ну просто вот до таких размеров. Спасибо всем большое. Я очень нуждаюсь в Ваших благословениях, и радыщам также в них нуждаются. Потому что во Вриндауне Кришна не Бог, и Его никто не считает Богом. Нанда Махараши кому поклоняется? Нарисим Хадееву. Почему? Нарисим Хадеев, защити Кришну. Потому что Кришна, Он же, ну, опасность. Когда Путана напала, когда Кришна сполз, спутана, что они сделали? Да навозом и мочой Его мазали. Давайте сейчас кого-то Вас навозом и мочой мажем. Когда Кришна боится. Когда был пожар, и мальчики закричали, Кришна, Кришна. Они начали кричать, Кришна, Кришна. И Кришна что сказал? Закруйте глаза. Почему? Ну что он испугался. Увидят маме Яшоде, пожалуйте, накажут меня. Поругают. Поэтому он боится Яшоду и Нанду. Рот открыло. Испугался. Поэтому Рады Чайване тоже в Риндаловске. Это не вакши, не рай, на которых все есть. Поэтому давайте благословим дружно меня и их, и всех преданных, кто будет в этом участвовать, чтобы у нас получилось это сделать. Это прекрасное поселение Варшана. Мы планируем каждый день читать Бхагаву. То, что хотел про Упада. Чтобы все семейные люди читали Бхагаву. Я когда подошел к Мангал-Вайшнаму. Сейчас чуть-чуть. Мангал-Вайшнаму подошел, говорит. Мангал-Вайшнаму, расскажите какой-то секрет. Говорит, знаешь, самый нектар. Я собираюсь по утрам и пою со своей семьей утреннюю службу, читаю Бхагаву. Это каждый должен делать. Поэтому мы будем это делать в более масштабном формате. Если хотите приходить, мы будем читать. По вечерам, по утрам все время проводить какие-то программы. И вот очень нуждаемся в ваших благословениях. Чтобы Рады Чайване были в центре. Чтобы все получилось. Чтобы здесь проявилось действительно Варшана. И чтобы те предные, которые здесь будут принимать активное участие, достигли лотосковства общего Матератхарани. Продолжение следует... Продолжение следует...